Друзья, всем привет! Сегодня у нас чистый эксперимент, поэтому обязательно этот ролик нужно досмотреть до конца и не забыть подписаться на канал, а также поставить лайк. Сегодня у нас супер соревнование, два раунда. Кофемашина, которая стоит больше 10 тысяч долларов и кофемашина, которая стоит 500 долларов. Какая из них победит? Кто будет победителем? Смотрим до самого конца. Для того, чтобы был абсолютно чистый эксперимент, я не буду сам готовить кофе, я не буду знать, из какой кофемашины мне подают чашку кофе. Я буду использовать специальную, очень плотную повязку, это шарф, который я перемотал несколько раз. Смотрите, абсолютно не просвечивающийся шарф, и при этом я отвернусь к кофемашинам спиной, буду только определять по вкусу. Мы используем абсолютно одинаковый кофе, и здесь, и здесь находится 100% арабика, это бразильский бленд от компании Сорса. Кто же победит? Первая чашка эспрессо, вторая чашка капучино, все готовится без меня. Итак, я завязываю глаза и отворачиваюсь. Есть помощники, ребята, которые будут готовить чашку кофе. Каждый из них старается приготовить максимально качественную чашку кофе для того, чтобы я выбрал победителя только по вкусу. Максимально завязываю глаза, максимально, насколько это возможно, затягиваю. Смотрите, ничего не просвечивается, я реально ничего не вижу. Вот здесь все максимально плотно со всех сторон, отворачиваюсь и начинаем готовить кофе. Поехали! Значит, пока ребята готовят кофе, я буду комментировать. Две чашки кофе готовятся параллельно. Ребята сами определяют последовательность. Я просто говорю, кто победил, первая чашка или вторая чашка. Я не знаю, какая из них на какой машине будет приготовлена, потому что нумерация появится прямо сейчас в кадре, вы ее увидите. Я эту нумерацию видеть не буду, выбирая исключительно по вкусу. Две машины шумят, я не знаю, какая машина приготовит чашку первую. Стараюсь максимально громко комментировать для того, чтобы не прислушиваться к звукам, чтобы не повлиять на свое решение, просто потому, что я слышу, как это происходит. Итак, сейчас я должен на какое-то время замолчать и максимально сконцентрироваться на вкусе кофе, который мне будут подавать. Так, окей. Поворачиваюсь. Так, первая чашка. Вторая чашка. В правой руке у меня первая чашка, в левой руке вторая чашка. Победила вот эта чашка. Здесь первая. Я прокомментирую, почему эта чашка победила. Здесь более комплексный, интересный вкус. Здесь выше температура напитка. То есть, вот эта чашка немножко прохладный кофе, слегка водянистый, и в послевкусии уходит такую травянистость. Здесь получился очень приличный, довольно вкусный напиток. Поэтому победитель чашка, которая находится в левой руке. Я не знаю, из какой кофемашины эта чашка. Итак, переходим ко второму раунду. Сейчас ребята готовят капучино. Я опять отворачиваюсь и пробуем две чашки капучино. Исключительно по вкусу. Значит, пока готовится капучино, я буду тоже комментировать, что там происходить должно. Значит, поскольку одна кофемашина у нас готовит капучино в автоматическом режиме, то это нужно просто нажать на кнопку. Конечно же, специалист сделал предварительные настройки на кофемашине. Вторая кофемашина не умеет готовить капучино в автоматическом режиме, либо делает это при помощи такого простого устройства, очень примитивного, где сразу там получается большая разница, молоко получается плохого качества. Поэтому второй маленькой кофемашине от компании SAECO помогает специалист. Он сейчас сбивает молоко. Его задача просто взбить максимально качественное молоко. Да, появился дополнительный аксессуар в виде питчера. И человек, который помогает. Одна машина готовит это в автоматическом режиме. Но давайте с вами не будем забывать, что одна кофемашина у нас стоит термоплан. Она стоит у нас больше 10 тысяч долларов, а вторая кофемашина стоит всего лишь 500 долларов. Поэтому в этом принципиально большая разница. Сейчас современуются таких два титана. Интересно, как смогу ли я вслепую определить, какая машина лучше сделала кофе. И все, что вы сейчас будете видеть, это реальные впечатления, реально то, как я буду воспринимать этот кофе исключительно на вкус. Конечно же, я буду постараться оценить текстуру молока, насколько баланс достигнут, вкусная или невкусная чашка. И я не буду знать, в какой последовательности какую чашку мне подают. То есть я не знаю, где какой кофе. Ребята стараются максимально меня запутать, все для этого придумают. То есть они должны сделать так, чтобы я максимально не мог сам себя убедить, что вот эта чашка лучше, потому что, допустим, она приготовлена на более дорогой машине или на более дешевой. Когда ребята скажут, что поворачиваются, я поворачиваюсь и перехожу к тесту капучино. Ну что, ребят, готов кофе? Можно поворачиваться? Я пока прокомментирую, пока поворачиваюсь. Вообще, на самом деле, практика дегустации с завязанными глазами – это очень интересная практика, и вообще по-другому воспринимаешь напиток. Это очень интересно, я вам рекомендую такую тренировку делать. Так, давайте мне чашки капучино, потому что я не вижу. Окей, окей. Итак, пробую капучино. Ребята, я реально не понимаю, как левой рукой себе подать кофе. Я могу здесь сразу с первого глотка выбрать победителя, но обязательно нужно делать два. Поэтому я скажу, что сразу с первого впечатления победила вот эта чашка. Возможно, она изменится. После второго глотка делаю второй контрольный глоток. Здесь лучше, плотнее пена, больше баланс, ярче сам кофе чувствуется. Более интересная, более сложная чашка. Это чуть теплее, больше сладости, но больше молочный продукт. Такое ощущение, что здесь не хватает именно самого вкуса кофе. То есть вот эта чашка хуже. В этот раз побеждает чашка, которая находится у меня в правой руке. Я возвращаю помощникам чашки, развязываю глаза. Мне реально самому интересно, я не знаю, так же, как и вы, какая кофемашина выиграла в этом соревновании. Помимо этого, хочу сказать, что в любом случае, какая бы кофемашина не победила, напомню, что одна стоит больше 10 тысяч долларов, вторая стоит 500 долларов. Скажу вам, что обязательно не забудьте подписаться на этот канал, будет еще много интересного. Итак, открываю глаза и хочу знать ответы. Вы уже их знаете, я пока их не знаю. Ну что, какая машина победила в первом соревновании? В черном плане. А во втором? В черном плане. Ребята, к сожалению, чуда не произошло. Машина за 10 тысяч долларов реально выиграла в этом соревновании. Все было по-честному. Я до сих пор не могу привыкнуть к свету, потому что довольно сложно. Просто ориентировался на вкус. Значит, цена все-таки и марка имеет принципиально большое значение для вкуса кофе. В капучино эта разница была очень сильно. В эспрессо на первом глотке мне тоже было понятно. Я не стал комментировать, потому что в эспрессо нужно обязательно сделать два глотка. И, конечно, один эспрессо был плосковат, водянистый. Второй был более комплексный, более сложный и более интересный. У меня на этом все. С вами был Юрий Старимахов. Не забудьте подписаться на канал. Пока!